так друзья сегодня у нас вышел релиз ios 15.6 сегодня вам расскажу как с автономностью какие нововведения и стоит ли ставить на ваши ios устройства добро пожаловать на канал и был эксперт с вами владимир никаких торможений в принципе я здесь не замечаю сама прошивка работает стабильно давайте пробежимся об этом что было в первой бете нам дали исправление ошибки автономности для большинства устройств voice over исправили ошибки исправление связи на старых устройствах то есть изменился модуль прошивки связи на бете 2 у нас исправление багов отображения сообщений почта и sms фикс системы бета-3 режим блокировки повышения безопасности устройства ограничения по всем приложениям чтобы защитить себя от кибер-атаки кастомизация виджетов больше подсказок стало добавлены старые обои времен iphone 3g с кто помнит шар лебери объединяет альбомы между пользователями бете 4 поправили баги системы новое протоколы управления умным домом повышена производительность бета-5 прошивка модуля связи изменены в сафари также очистить историю браузера без закрытия вкладок это очень круто потому что у меня там гигу 5 наверно точно постоянно накапливается сижу работаю через браузер и в rk1 у нас до поправили баги отображения памяти то что мы могли наблюдать apple tv немного преработали почта теперь работает стабильнее и поправили автономность в вас однозначного ответа нет потому что на устройствах разных она и по-разному работает к сожалению потому что мощность разное устройство разная батарея емкости разная это имеет такое вот соотношение поэтому если бы у всех было даже стопроцентная емкость батареи все равно не говорит о том что они будут одинаково работать как на разных также сама на одинаковых устройствах может по-разному работать разная загруженность памяти разная скорость интернета разные приложения использования и так далее так далее здесь однозначного ответа нет поэтому все-таки автономность я вам уже скажу стопроцентно через пару дней с момента релиза тогда я уже смогу рядом сообществе об этом знать на каком устройстве какая разница от предыдущих ios версий плюс или в минус ушла автономность и так далее поэтому следите подпишитесь обязательно чтобы вы не пропустили эту новость но в данном видео я вам озвучил все нововведения которые были в бетах версиях естественно они есть в релизе вот была недавно совсем мрк 2 поэтому вот сейчас мы используем релизную рейс если вы все-таки не будете ждать моего решения оглашение по автономности если все-таки будете накатывать не забывайте сделать резервную копию чтобы потом вдруг чего восстановиться если даже в процессе установки новой версии ios что-то пойдет не так это будет ваша гарантия того чтобы не потерять и данные и легко сможете восстановиться вот и все ничего в принципе сложного нет подписка на канал прожмите колокольчик оставьте позитивный комментарий дальше больше скоро увидимся